Меконг. Колыбель жизни. Река Меконг, берущая начало в горах Тангла, течет на юго-запад, через Китай и Мьянму, землю людей с чистым сердцем. Она протекает через Лаос, средневековое королевство Ланцанг, и в конечном итоге образует границу с Таиландом, страной фестивалей и ярких красок. Меконг продолжает свое путешествие по Камбодже, где когда-то процветал исторический регион Ангкор, и, наконец, образует дельту во Вьетнаме. Водная магистраль заканчивается, когда достигает Южно-Китайского моря. Часть первая. Река Традиций. Здесь заканчивают свое путешествие облака и ветер. Этот скромный исток – мутные воды, движимые силой тяжести. Иногда они натыкаются на крутые скалы или бегут по широким горным хребтам. Постепенно река расширяется. Река и соединяет человеческие жизни, и разделяет их. По мере развития цивилизации люди научились приручать реку. Но тут – река, которую цивилизация так и не смогла покорить полностью. Здесь мы видим людей, чья жизнь зависит от реки и от всего, чему она дает начало. Река Меконг берет начало в Цинхайе, китайской провинции в северо-восточной территории. Она начинается на высоте 5200 метров над уровнем моря и протекает через индо-китайский полуостров на протяжении 4909 километров. Почти вся верхняя часть реки протекает через провинцию Юньнань на юго-западе Китая. Здесь река Меконг известна как река Лансанг. Жизнь тут – борьба с природой. Каждый шаг путешествия – это пересечение реки и восхождение на горы снова и снова. Здесь есть асфальтированные дороги, по которым легко передвигаться автомобилем. Но местные настаивают на использовании старых грунтовых троп. Тропы сыграли важную роль в связях между людьми в изолированных горных деревнях. С давних времен основным транспортом на этих дорогах были автомобили и тибетские лошади. Эта дорога ведет нас к старой деревне. Сейчас сезон сбора винограда. Раньше основной культурой этой деревни была кукуруза. Но полтора века назад французские миссионеры завезли сюда виноград, и поля превратились в виноградники. Високогорье 2020 метров над уровнем моря обеспечивает идеальный солнечный свет для выращивания винограда. Однако нельзя сказать, что здешняя почва облегчает уход за виноградником. Рельеф гористый, а почвы скудные из-за недостатка воды. Но земледелие стало возможным благодаря древней мудрости, используемой для отведения стоков. Жители села не пропускают к реке ни струйки воды с гор. Они развели воду по каменным каналам, заставив ее протекать по всей деревне. На этой воде они готовят и стирают, а остальную воду используют для орошения своих ферм. Фермеры выращивают драгоценные урожаи, открывая и закрывая эти водяные ворота в зависимости от необходимости. Незнакомец нанес визит в эту деревню. Один за другим жители деревни приходят к месту общего сбора. Это Сна-Джатуй, ветеринар из далекого уезда Дэчэн, китайской провинции Юньнань. Он следит за домашним скотом в 12 деревнях региона. Сегодня в селе день вакцинации. Ближайшие деревни находятся далеко, поэтому ветеринар играет роль посыльного для соседних населенных пунктов. Жители с удовольствием разговаривают с ним. Каждое домохозяйство достает свою учетную книжку и обсуждает, кому следует делать прививку в первую очередь. 19-летняя Алму, одна из немногих грамотных жительниц деревни, помогает ветеринару каждый раз, когда приезжает домой. В книжке она указывает, какое домохозяйство получает прививку и вносит предписание. Во главе с ветеринаром все жители деревни направляются к месту вакцинации. Свиньи чувствуют неладное и начинают бегать при виде жителей деревни. Без помощи местных делать прививки взбудораженным свиньям непростая задача. Поэтому селяне бродят поблизости, как будто во время фестиваля. Их помощь основана на принципе взаимности. Эта свинья спряталась глубоко в свинарнике. Ни угрозы, ни уговоры не заставляют ее выйти. Вытащить на веревке тоже не получается. После победы над свиньей, с помощью ветеринара, животное оказывается под контролем. В другом доме бегают куры. Человек, который научился у ветеринара делать прививки, ставит их сам. Скотина пытается сбежать, но селяне делают все возможное, чтобы ее поймать. Сонная деревушка жевает под виск свиней и смех ее жителей. Большую часть домашнего скота составляют свиньи, куры и ослы. Это хороший источник белка, а последние еще являются транспортным средством. Но это не все, что здесь держат. Разводят также дойных коров и яков, которые пасутся дальше от деревни. После семичасового подъема от деревни по крутой горной тропе, мы оказываемся на лугу на вершине горы. Здесь пасутся молочные коровы и яки. Несколько жителей деревни, которые переехали сюда весной, присматривают за ними. Чунг Чума провел здесь два месяца. Он пасет коров. Семь человек из деревни приехали помочь присматривать за яками и коровами. Всего насчитывается 120 коров и 80 яков. Это внушительное стадо. Коровы пасутся по всему лугу, жуют траву и дают молоко в хижине, когда приходит время. У каждой коровы и яка есть кличка. Пастух вызывает их по отдельности, и они приходят и занимают свое место. Когда солнце садится, коровам пора возвращаться. Возможно, они услыхали зов пастуха вдалеке. Это удивительное зрелище. Коровы собираются, выстраиваются в очередь и спускаются с горы. Сосед, который тоже выгуливал своих коров, Апу Чренип, приходит приготовить ужин. Жители деревни по очереди приходят на луг. Они проделали путь вместе, но им непросто видеться друг с другом, так как хижины расположены в отдалении друг от друга. Чаепитие с ячменным хлебом и чаем с тибетским маслом скрашивает их одиночество. Помимо присмотра за коровами и дойки, здесь есть еще одна очень важная задача. Изготовление масла и сыра. Тяжелая работа по добыче молока направлена на производство масла и сыра. Эту работу необходимо выполнять через день. Взбивать молоко палкой, подливая горячую воду, сложнее, чем можно себе представить. Но занятость помогает сдерживать мысли об одиночестве вдали от семьи в деревне. Я обеспокоюсь о своей семье и волнуюсь о том, что домашний скот может заболеть. Из-за дождя здесь некомфортно. Мы не знаем, когда дождь прекратится. На горных тропах становится скользко. Вокруг сторожки все засоряется отходами животных, поэтому работать труднее. Желтый жир, видимый внизу, это масло. В холодной воде оно твердеет. Потом он добавляет в кастрюлю с остатками масла молоко, и все это кипятит. Примерно через 20 минут все превращается в мягкую массу, похожую на сыр тофу. После процеживания и сушки на мелком сите остается сыр, богатый белком сгусток молока. Такой процесс вряд ли можно увидеть в нашем мире, где масло и сыр производятся массово. Сливочное масло и сыр ручной работы – основное средство к существованию у местных жителей и хороший источник дохода. Река Лан Санг, бурными потоками, текущая по узким ущельям под крутыми горами, в итоге достигает уезда Цзинхун в провинции Юньнань, где становится широкой рекой. Желтоватая вода делается прозрачнее, когда сливаются вместе несколько притоков. По мере того, как река расширяется, окружающие горы выглядят все менее суровыми. У подошвы хребта скрыт еще один дар природы. Деревья, одетые в зеленый мох, – это чайные деревья. Они растут на этих горных склонах на протяжении веков. Высокогорье 1300 метров над уровнем моря орошается частыми туманами при высокой влажности, поэтому плантации чайного дерева процветают естественным образом. Это действительно кажется подарком небес. Эти места – территория народа Эйну, одного из этнических меньшинств провинции Юньнань. Они до сих пор придерживаются уникальных традиций и не зависят от современной цивилизации. Эти древние ворота охраняют деревню. Три женщины выходят из дома. Они идут собирать чайные листья. Дикие чайные деревья являются важным источником средств к существованию для народа Эйну, живущего в этих горах. Листья собирают три раза в год – весной, летом и осенью. Листья с диких чайных деревьев собирают не так, как скультивируемых. Сборщики карабкаются вверх и вниз по дереву, что затрудняет получение большого дневного урожая. Еншен – 18 лет. Для ее семьи чайные деревья – единственное средство существования. Ее отец умер от рака легких несколько лет назад, что привело семью к банкротству. В результате Еншен бросила школу и помогает матери. В землянке на обочине женщина заваривает чай. Она предлагает проходящей мимо Еншен чашку чая. Пешком от дома до чайных деревьев минут 40. Поскольку чайные деревья растут высоко в горах, вдоль тропы есть глиняные хижины, которые служат остановками для отдыха. Чаепитие и беседа – важная часть образа жизни народа Эйну. Народ Эйну известен своим увлечением музыкой. Песня бабушки Еншен услаждает слух по дороге домой. Даже дома у Еншен нет свободного времени. Ее младший брат, который один ждет в пустом доме возвращения других членов семьи, ходит за ней по пятам. Еншен надеется, что благодаря ее помощи матери, брат вырастет здоровым. Мать дома тоже занята. Чайные листья нужно высушить в тот же день, когда они были собраны. После того, как чайные листья выдерживают при нужной температуре, их дополнительно сушат на солнце, а потом они передаются посреднику. По вечерам деревня наполняется ароматом чая, исходящим из трубы каждого дома. Жизнь народа Эйну проста. В такой же простоте они содержат свои дома. Этот деревянный дом, покрытый слоями копоти, был построен в два этажа. В нем есть одно большое окно для выхода дыма, но нет окна для дневного света. Мать и бабушка Еншен делают нечто важное для женщин Эйну. Это называется пето. Пето – мешок, сотканный из разных нитей. Это незаменимый аксессуар для каждой женщины Эйну. Бабушка Еншен уже не та известная мастерица шитья, что была раньше. Женщины Эйну старались забыть о тяготах жизни, передавая эту традицию от матери к дочери. Субтитры создавал DimaTorzok Жизнь людей меняется в зависимости от того, как изменяется сама река. Для жителей этого региона река Меконг является местом их работы. Эти люди собираются ловить рыбу на небольших лодках. Так же, как это делают везде в надежде на большой улов, рыбаки здесь проводят небольшой ритуал. Кроме того, это выражение благодарности богу реки. Все они безоговорочно почитают реку как божество. Вода в этом районе проходит через несколько высоких водопадов, что по-разному влияет на ее течение. Водопад Кхон – еще одно лицо реки Меконг. Но он и его племянник Сенг родились на реке и никогда ее не покидали. Их рабочее место – это водопад. Никакого специального оборудования у них нет. Они просто забрасывают в реку сеть и ныряют в сильное течение. Чтобы сеть не зацепилась за камни, кто-то должен нырнуть, чтобы за этим проследить. Они просто повторяют эти действия снова и снова, забрасывая сеть и вытаскивая ее. Высокая скорость течения кажется опасной, но они к ней привыкли. После десятка забрасываний сети они поймали только одну рыбу. Сейчас засушливый сезон, поэтому результат неутешителен. Мы смотрим с волнением, боясь, что их унесет быстрое течение. Но это их родная стихия, и они прекрасно знают реку от дна до течения. После десятков погружений поймана еще одна рыба. Они отдыхают рядом с бесконечно бурлящим течением. Знание реки не избавляет их от усталости. Они просто понимают, что природа ничего не отдает даром. На этот раз они пытаются поймать рыбу посреди реки. Они переходят на другой берег с помощью веревки, перекинутой через реку. Когда-то многие люди зарабатывали на жизнь рыбалкой возле водопада. Но улов снизился, и это стало очень опасной работой. Люди, которые ловят рыбу без снаряжения, как они, редкость в наши дни. В середине реки течение сильнее. Там тяжело стоять. Сегодня у них приличное количество рыбы на прутьях. Это деревянное сооружение посреди реки выступает в роли сети. Скоро наступит сезон дождей. Когда река начнет подниматься, в эту тонкую деревянную решетку попадет много рыбы. Конструкция действует как рыбная плотина, сделанная из бамбука, вроде ловушек, используемых в древние времена. Река Меконг мне как мать. Без нее у нас нечего было бы есть и негде было бы работать. Так что эта река очень важна для меня. Они ловят столько рыбы, сколько позволяет река Меконг. Способ у рыбаков простой. В заранее установленную ловушку попадается несколько рыб. Их образ жизни не такой, как у обычных людей. Они довольны, если у них есть еда каждый день. Того, что они вылавливают, им достаточно. Раннее утро. И на берегу уже вовсю кипит жизнь. Двое детей промывают вареный рис в корзине, в воде. Это Касаи и его сестра Кампенг Ротарикон. В их деревне, на берегу Меконга, уже много лет варят самогон. Это лао-кхао, традиционный лао-ский алкогольный напиток, приготовленный из воды реки Меконг. Брат и сестра помогают родителям, приходя к реке каждое утро. Они приходят на берег по одной и той же тропе не менее 10 раз в день, чтобы промыть сваренный рис и принести домой воду. Их семья из поколения в поколение производила алкоголь. Тонг-сарак-таникон варит самогон на воде Меконга уже три десятилетия. Секретным ингредиентом для лао-кхао являются натуральные местные дрожжи, а также вода Меконга. Мы сбраживаем естественным способом, смешивая дрожжи и рис. В некоторых деревнях используют искусственные добавки, чтобы увеличить производство. Но качество спирта плохое, и он плохо пахнет. Наш напиток вкусный, у нас естественная ферментация. Перегонка лао-кхао аналогична перегонке русской водки или корейского соджу. Приготовленный клейкий рис добавляют натуральные дрожжи и оставляют бродить на неделю. После этого смесь варят. Холодная вода добавляется до верха кипящего котла. Принцип заключается в том, чтобы кипятить то, что ферментируется на дне, и охлаждать сверху холодной водой. Затем выбрасываемый пар повторно конденсируется. В результате получается традиционный лаосский самогон. Через два часа кипячения из тонкой трубочки выходит дистиллированный спирт. В наши дни этим занимаются машины, но в прежние времена корректировка проводилась на вкус. Капли воды реки Меконг соединились и стали частью жизни прибрежных обитателей. Озеро Эрхай, расположенное в провинции Юньнань в Китае, является источником воды для реки Меконг. Его окружность составляет 116 километров. Это огромное озеро кажется людям, которые здесь живут, похожим на море. На протяжении поколений местные жители зарабатывают на жизнь рыболовством. В озере водится около 60 видов рыбы, в том числе карп и угорь. Но рыбалка в озере в это время года запрещена, потому что идет сезон размножения. Взамен приходится ловить креветок рыбными ловушками вместо сетей. Вылавливая креветок таким способом, рыбаки с нетерпением ждут окончания сезона размножения. Креветки не живут в более глубоких водах посреди пресного озера. Они обитают на берегу озера, где растут водоросли. Утром рыбаки расставляют ловушки по краю озера, а днем собирают их. Эта пожилая пара провела у озера всю жизнь. Днем их работа заключается в том, чтобы грести на плоту из пенопласта вокруг озера, собирая ловушки. В живописной деревушке на берегу озера проживает около 70 семей. Они принадлежат к народу бай. Народность бай входит в 15 крупнейших официальных этнических меньшинств Китая. Женщины бай широко известны своим трудолюбием и бережливостью. Они занимаются ловлей рыбы, а также домашними делами и сельским хозяйством. Большинство деревень здесь занято рыболовством, поэтому крупных ферм нет. В каждом доме есть огород, который обеспечивает селян основными овощами. Женщина бай всегда занята делом. Она ухаживает за садом и готовит ужин. Так же, как река продолжает течь, не говоря ни слова, руки трудолюбивых женщин бай никогда не остаются без дела на берегах реки. Это озеро Тон-Ли-Сап в Камбодже. Оно является основным источником реки Меконг. Это огромное пресноводное озеро, определяющее количество воды, текущего вниз в Меконге. Люди поднимаются в горы, когда река поднимается, и возвращаются к озеру в сухой сезон. Место их проживания перемещается вверх и вниз в зависимости от уровня воды в Тон-Ли-Сапе. В утреннем свете солнца цветки лотоса ярко-розовые. На цветущем поле руки фермеров заняты сбором плодов лотоса. Этим фермерам важна каждая часть лотоса. Сами по себе цветы являются хорошим источником дохода. Но важны и коробочки лотоса, вырастающие после цветения. Когда в тишине и покое начинается новый день, река Меконг показывает еще один способ заработка. Это рынок, где торгуют рыбой, выловленной в Тон-Ли-Сапе. Поскольку холодильников нет, рыба, пойманная рано утром, сразу продается и покупается. Торговцы покупают рыбу каждый раз, когда прибывает лодка. Они сортируют ее по размеру и виду, а затем везут на рынок для продажи. На другой стороне гавани рыбу поджидает еще одна группа людей. Приближающаяся лодка нагружена рыбой, называемой гом-плиен, обычно соленой или маринованной. Рыбу начинают разгружать, едва причаливает лодка. Рыба выпотрошена и почищена, но она все равно портится в такую жару. Раньше многие солили рыбу, потому что ее было в избытке. Но ситуация изменилась. Те, с кем я работал, ушли. Стало меньше рыбаков и торговцев. Из-за снижения улова рыбы торговля сократилась. Вся купленная здесь продукция отправляется на фабрику по производству соленой рыбы. Деревню называют городом соленой рыбы, потому что здесь живет очень много ее производителей. Засолкой рыбы занимаются десятки домохозяйств. Соленая рыба является основной приправой для местной кухни. Жидкость, получаемую в процессе засолки, не отправляют в отходы. Она становится компонентом для соевого соуса. Женщина два часа кипятит рыбную жидкость, тщательно удаляя накипь и пену. Когда вода выпарится, ее процеживают и снова кипятят. ОК Менгини изготавливает соевый соус уже более четырех десятилетий. Ее продукт славится по всему региону своим вкусом и качеством. По ее словам, ключевым является процесс ферментации после кипячения. Именно ферментация определяет вкус и аромат. Как и долгая дружба, соевый соус со временем становится глубже и крепче. Как обычно, Тамаюки Сато можно увидеть на озере. Сато – ихтиолог из Японии. Он переехал в Камбоджу 10 лет назад, чтобы изучать реку Меконг. Он живет у озера Тон-Ли-Сап, так как многое в его экологии еще предстоит изучить. Но Сато неоднозначно относится к изменениям в Тон-Ли-Сапе. В наши дни одной из важных экологических проблем озера Тон-Ли-Сап является снижение улова рыбы. Причина в том, что экономика Камбоджи постепенно растет, и с каждым годом у населения повышается уровень жизни. Люди теперь потребляют намного больше, чем раньше, таких вещей, как, например, шампунь в пластиковых упаковках. Все это они выбрасывают в Тон-Ли-Сап, ведь здесь нет никакой сортировки отходов. Никто не перерабатывает мусор. Конечно, это очень негативно влияет на всю экосистему озера Тон-Ли-Сап и на количество рыбы. С каждым годом рыбы становится все меньше и меньше в озере. Разумеется, это внушает серьезные опасения. Известно, что в реке Меконг и в этом озере в Камбодже обитает около 400 видов рыбы. Тамаюки Сато обнаружил и сообщил японскому их теологическому обществу о трех новых видах рыбы. Его огорчает, что экономическое развитие привело к сокращению количества и видов рыбы. После долгого пути вода достигает нижней части реки. Ширина этого водного пути разрослась до двух километров. Во Вьетнаме Меконг разветвляется на девять притоков. Вот почему вьетнамцы называют Дельту Меконга рекой девяти драконов. Река заняла последний кусок территории перед тем, как исчезнуть в океане. Во Вьетнаме рыбные рынки разветвляются вдоль реки, как паутина. Этот рынок – один из самых новых, но также и один из самых развитых во Вьетнаме. Здесь идет продажа разнообразных тропических фруктов и овощей. Некоторые фермеры торгуют своей продукцией напрямую, но большинство из них – посредники, которые перемещаются, чтобы продать товар. На лодках, плывущих по водному рынку, не только продаются товары, но и проходит вся жизнь. Во-первых, неудобно плавать на такой маленькой лодке. Во-вторых, места на лодке не хватает. Тяжело проводить целые дни в тесноте на таком жарком солнце. Жизнь на лодках непроста. Но большинство живут здесь со своими семьями. Этот пожилой джентльмен принес своим внукам гостиницу. Минцы и игрушки. Нгуен Титао привезла из Квенджана ананасы, которые выращивает и продает вместе с мужем. Ее отец, который привез внукам игрушки, продает ананасы на этом же плавучем рынке. Состоящих лодок товары продают, а лодки, которые плавают вокруг них, это покупатели или продавцы со свежими продуктами. Вечером, когда рабочий день закончен, разрозненные лодки собираются группами по 3-4. Торговцы всегда ужинают вместе. Многие из них работают на плавучем рынке не одно десятилетие, и все хорошо знают друг друга. За дружескими разговорами о жизни на воде теряется счет времени. По мере того, как они решают свои проблемы, проходит еще один день. Перед рассветом начинается день этой ночи. Их дети все еще глубоко спят. Рынок открывается в 4.30 утра. На рассвете лодки устремляются на плавучий рынок. У этой пары, работающей на рынке уже 12 лет, есть ряд постоянных клиентов. Они с радостью предлагают скидки тем, кто проплыл большое расстояние. Дети просыпаются от звука моторов лодок и голосов родителей. Примерно во время завтрака приближается лодка с лапшой. Каждое утро Джин Тхи Джеб проплывает по рынку и продает завтрак рыночным торговцам. Ее рисовая лапша с горячим бульоном и различными наполнителями – популярный товар на плавучем рынке. Она зарабатывает достаточно, чтобы выращивать восьмерых детей. Джин говорит, что в последнее время уже слабеет физически, но рынок придает ей сил. Как обычно, ее маленькая лодка плывет по рынку. Нгуен Титао торгуется с одним из своих постоянных клиентов. Этот достаточно спелый? Найди мне спелые. Спелые вот тут. У нас много спелых. Я думаю, вам понравится. Найди мне хороших. У каждой судьбы на плавучем рынке своя история. Битва каждого дня начинается одинаково. Вокруг реки Меконг кипит жизнь. Иногда река может быть бурной, но она может и мягко заботиться о своих соседях. Эта река дает очень много, обеспечивая жизнь и заработок, глубоко проникая в сердца людей индо-китайского полуострова, которые называют ее своей матерью. Эти люди ежедневно полагаются на реку, которая проходит через их дома, как спасательный круг. Озвучено по заказу CLS Media в 2022 году. Меконг. Колыбель жизни. Река Меконг, берущая начало в горах Тангла, течет на юго-запад через Китай и Мьянму, землю людей с чистым сердцем. Она протекает через Лаос, средневековое королевство Лан Санг и в итоге образует границу с Таиландом, страной фестивалей и ярких красок. Меконг продолжает свое путешествие по Камбодже, где когда-то процветал исторический регион Ангкор и, наконец, образует дельту во Вьетнаме. Водная магистраль заканчивается, достигнув Южно-Китайского моря. Часть 2. Река Кульпуры Камбоджийская школа танцевального искусства – один из немногих институтов, где преподают танец Апсар. В переводе это звучит как танец духов Апсар. Это королевский танец Камбоджи, воплощающий индуистский миф в форме танца. Сегодня школу навестил важный гость. Это камбоджийская принцесса Нарадом Буппа Деви. Когда-то она сама была профессиональной танцовщицей Апсар. Она сыграла большую роль в восстановлении танца, который запрещали во время диктаторского режима Полпота. Существуют похожие традиционные танцы в соседних странах, но ни один не сравнится с изящным и причудливым танцем Апсар. Принцесса добилась больших успехов в танцах Апсар. Сейчас она работает над распространением этого возрожденного вида искусства. В школу часто приглашают иностранных гостей. Мне тоже хочется танцевать, когда я вижу, как танцуют дети. Недавно у меня появилось больше возможностей танцевать, так как я стала преподавать танец. Думаю, преподавать танец так же прекрасно, как и танцевать на сцене. Мне очень нравится передавать свое мастерство. Это медленный, но изящный танец, напоминающий течение реки. Танец Апсар – это движение и песни людей, которые делят свою жизнь с рекой, текущей уже тысячи лет. Река издавна глубоко переплетается с жизнью людей. Река Меконг, известная как река Мать, приняла и взрастила множество живых существ, включая людей. И она же породила легендарную древнюю Кхмерскую империю. Это исторический комплекс Ангкор-Ват. Ангкор-Ват, названный городом храмов, – это божественный мир, который создан народом Кхмеров. Окруженный рвами с водой, на входе Ангкор-Ват украшен скульптурами змей Нагов и львов Сингхов. Кхмерские короли верили, что после смерти они станут богами. Ангкор-Ват, построенный Кхмерским королем Сурья-Варманом II в XII веке, на пике процветания Кхмерского режима посвящен индуистскому богу Вишну. Украшения, обнаруженные в коридорах, посвящены мастерству древнего Кхмерского народа. Борельефы, заполнившие наружные стены храма, воспевают войны, мифы и победы, которые вместе празднуют и боги, и люди. Фрески в коридорах Ангкор-Вата изображают искусство, религию и философию древнего народа Кхмеров. Через фрески в этом королевском молельном доме переданы образ жизни и представление о добре и зле у Кхмеров. Это часть человечества, часть нашей жизни. Так храмы говорят нам, что мы возвращаемся к представлению и к идее о том, что искусство – это отражение общества. В обществе есть добро и зло. Поэтому мы смотрим на древнее искусство и используем его как посредника, обучающего людей развлечению добра и зла, тому, что значит быть плохим или хорошим. Персонажи и изображения из ромаяны, древнего санскритского эпоса, широко используются в разных элементах театра, картин, скульптур и орнаментов. Так же, как люди, живущие вдоль реки Меконг, делят между собой этот водный путь, они с радостью делятся историями ромаяны как части своего наследия. В Камбодже существовал ритуал избавления от несчастий с помощью спектаклей из мифов ромаяны. Например, есть представление под названием «Рокаон кхау». Его показывают по всей стране ежегодно в одно и то же время, чтобы избавиться от несчастий прошлого года. Храм Байон – главный храм Ангкор-Тома, столицы Ангкорской империи. Ангкор-Ват был возведен для распространения философии индуизма, а Байон – это буддийский храм. На барельефах в коридорах храма Байон записана история кхмеров и жизнь этого народа. Это историческая скульптура, детально изображающая сцены битв в честь победы короля Джая Вармана VII над племенем Тямов. Также здесь показана повседневная жизнь, например, рыбак, который ловит рыбу в озере Тон-Лесап, или влюбленная пара, у которой рождается ребенок. Вместо записывания истории письмом древние кхмеры оставили множество рассказов на стенах храмов в виде барельефов. Самые важные сцены на исторических фресках комплекса Ангкора – это танец Апсар. С первого взгляда кажется, что изображения Апсар одинаковые, но в них разные движения и выражения лиц. Апсар – это камбоджийская традиция, потому что на стенах Камбоджи у нас тысяча восемьдесят монументов. Сейчас, если мы посчитаем еще древние рвы с водой и холмы, и все остальное, получится почти четыре тысячи. И на стенах этих храмов, их больше тысячи, здесь были вырезаны 1737 фигур Апсар. Сейчас комплекс Ангкор-Ват в плохом состоянии из-за землетрясений, войн, гражданских конфликтов и воровства. Он похож на заброшенные руины. Эксперты со всего мира собираются в Камбодже для восстановления исторического комплекса. Но техническая реставрация ограничена в том, что касается изначального великолепия. Разнообразие мировых взглядов переплетено в культурах, которые были сформированы рекой Меконг. Поэтому истории появлялись и исчезали от региона к региону. Восстановление Ангкор-Вата возглавляют международные профессионалы, но камбоджийцы тоже участвуют в проекте. В частности, Кхун Комсия, учитель школы умельца Ангкора и его ученик Пхуам Мау, занимаются восстановлением поврежденных барельефов комплекса Ангкор-Том. Как видно по многим проектам, от восстановления скульптуры Сингхов у западных ворот Ангкор-Вата до террасы слонов, этот процесс требует высокого уровня подготовки. Они осматривают статуи, прежде чем искать их в задокументированных свидетельствах. Кхун сравнивает руины с чертежами реставрации. Они измеряют реликвии с большой точностью. Чтобы поместить голову в определенное место, необходимо измерить углубление. Это учебное заведение умельца Ангкора – техническая школа для подготовки профессионалов. Школу построили в 92-м году с целью сохранения и восстановления форм кхмерского искусства и скульптуры, а также для обучения будущих поколений. Если студент проходит год стажировки и год технического обучения, он или она становится профессиональным мастером. Из школы умельца Ангкора уже выпущено более тысячи мастеров. После получения сертификата и подтверждения навыков, учащийся может остаться в школе, чтобы преподавать и работать над проектами под руководством правительства. Вырежьте до этой отметки и с этого момента будьте осторожны, снимая излишки. Также будьте аккуратны и с другой стороны. Сопоставьте то, что вы отрезали от каменной скульптуры, с дизайнерским чертежом. Да, вот так. Вы должны часто сверяться с рисунком, чтобы руки и пальцы были выполнены в соответствии с изначальным изображением. Будьте очень внимательны и не торопитесь, чтобы не пришлось потом исправлять ошибки. Что привлекает тех, кто находится в историческом месте Ангкор, так это безграничное воображение древних кхмеров. Когда-то великая цивилизация и все ее традиции, забытые на протяжении четырех столетий, возрождаются на кончиках пальцев мастеров. В наше время те, кто живет вдоль реки Меконг, в значительной степени обеднели, но когда-то здесь цвела Великая Империя, которую теперь бережно восстанавливают ее потомки. Небесный танец Абсар посвящен исключительно царю и богам. Это не просто танец, а молитва Богу. Но небесный танец Абсар когда-то был резко отрезан от общества. А теперь есть люди, пытающиеся восстановить связи между легендами и движениями танца. Субтитры создавал DimaTorzok После выхода из Лаоса река Меконг, протекая через внутреннюю часть Камбоджи и сливается в Панампене с озером Тон-Ли-Сап, которое дало начало цивилизации Ангкор. Это центр исполнительских искусств, управляемый Камбоджийским институтом культуры. Танцоры Абсары создают свои сценические костюмы. Изготовление костюмов так же важно, как восстановление оригинального танца и обучение ему. Это госпожа Саум Симонта, свидетельница истории. В молодости она была королевской танцовщицей, которая исполняла танец Абсар во дворце. Она уже не танцует на сцене в ярких костюмах, а помогает танцевать своим ученикам. Думаю, здесь лучше оставить пустое место. Легче будет пришивать, если лицевая часть будет широкая. Может быть, вытянуть немного вверх? Сейчас костюмами занимаются другие мастера, но раньше танцорам приходилось шить их самим. Ее знания и опыт незаменимы в восстановлении традиционных танцевальных костюмов. Сегодня в школу пришли неожиданные гости. Это ее коллеги, госпожа Лаконг и господин Йоэ Царин, которые когда-то учились и танцевали с ней во дворце. Они забывают о времени, рассказывая о днях своей славы в этих костюмах на сцене. Каждый день в Центре искусств студенты занимаются танцами. Госпожа Лаконг и господин Йоэ Царин, которые не были здесь довольно давно, просто не могут оторвать глаз от танца студентов. В прошлом требовалось почти 20 лет, чтобы стать танцором. Танцевать в дворце могли только после сложного отборочного испытания. После обучения они, наконец, становились танцорами Апсары. Только после этого изнурительного процесса они выходили на сцену. Танец Апсар включает в себя множество сложных движений, в том числе сильные изгибы запястья и лодыжек. Каждый шаг медленный и требует значительной подготовки, когда приходится достаточно долго стоять. Госпожа Саум Симонте не может просто сидеть и смотреть. Она исправляет движение рук одной ученицы. А госпожа Лаконг поправляет осанку другой студентки. Им нужна не просто техника, а широкий диапазон движений и мимики. Они переживают, что ученики не вполне понимают гордость танцоров Апсары, которые целиком посвятили себя сцене. Ей было 9 лет, когда она вошла во дворец. В 18 лет она впервые танцевала перед королем. Это были лучшие дни в ее жизни, и теперь те воспоминания хранятся в нескольких фотографиях. Ее жизнь как танцовщицы прервалась во время диктаторского режима Полпота. Большинство танцоров погибли в те страшные времена. К счастью, она смогла скрыть свой статус, и это спасло ей жизнь. Выжившие танцоры помогли восстановить танец Апсар, но закончено лишь около 10% их работы. Ее жизнь как артистки отражает непростую современную историю Меконга. Эти юные ученики изучают основные движения танца «Воина-обезьяны» из индийского эпоса «Рамаяна». С раннего возраста они изучают свапу, танец «Обезьяны-воина», а в более поздние годы приступят к базовому танцу сва-батамбьон. Последний включает в себя более динамичные движения. Учащиеся должны выучить не только 22 основных элемента, но и освоить танец и походку обезьяны, а также защитные движения против атак с восьми направлений. Мускулистые руки напоминают о молодых годах учителя, когда он показывает защитную позу. «Рамаяна» — индийский эпос, но сюжетная линия разворачивается в нескольких странах Юго-Восточной Азии. Его называют «Рама Киин» в Таиланде, «Яма Зат Дау» в Мьянме и «Пхра Лак Пхарам» в Лаосе. В Камбодже «Рамаяна» называется «Риамкер», и спектакли по эпосу ставят в Театре теней. Господин Йои Царин впервые увидел представление «Рамаяны» в детстве во время посещения храма со своими родителями. Он был полностью им очарован и начал разучивать танец. Когда королеве случилось посетить храм, она признала его талант и привела в дворец, чтобы он получил должное обучение. Мне так грустно смотреть, как танцуют молодые люди. Они не показывают должных эмоций, которые я хочу, чтобы они выражали. Техники можно научить, но танцоры также должны передавать тонкие эмоциональные колебания и выражения. Для этого он на переменах рассказывает детям истории о былых временах. Таким образом, песни и танцы, зародившиеся вдоль Меконга, передаются от этого деда к поколению его внуков. Река, берущая начало в Тибете, называется Лан Санг, когда она течет через Китай, и Меконг, когда она протекает через Лаос. Последний город, где реку называют Лан Санг, это Цзэнхун в китайской провинции Юньнань. Вокруг Цзэнхуна есть шесть усеянных чайными плантациями гор, которые возвышаются более чем на тысячу метров над уровнем моря. Это достаточно высоко, река дает много воды, и через этот район проходит тропик рака. Здесь идеальный климат для выращивания чая. Как мы видим, здесь множество чайных ферм, и большинство людей занимаются выращиванием чая. Это деревня Лему, расположенная на одной из шести знаменитых чайных гор провинции Юньнань. Жители заняты на чайных плантациях, где они работают весь день, не встречая ни единой души. Изготовленный здесь чай везут в остальной Китае и Тибет через обрывистые горы. Он также экспортируется в Лаос и Мьянму. Это начало знаменитого древнего чайного конного пути. Чай пуэр, изготовленный в этом регионе, имеет долгую историю и насчитывает много веков. Он послужил одним из основных стимулов для развития прославленного древнего чайного конного пути, который связывал Китай и Южную Азию. Это одна из самых высокогорных дорог в мире. Чай и соль грузили верхом на вьючных животных и везли по горам через древнюю область Шангрила, Тибет, Индию, Лаос и Таиланд. Господин Ча Цзисинь, потомок китайского чайного мастера, идет по горной тропе. Его бамбуковая корзина набита свежесобранными чайными листьями. Местные жители гордятся этой вывеской, врученной императором, который был очарован чаем, произведенным его прапрадедом Ча Сулай. Чайные листья разбросаны по всему дому, построенному два века назад. Чай является одновременно гордостью и символом семьи Ча, воплощением их корней. После ужина сын разводит огонь в очаге на кухне. Когда котел достаточно нагреется, в нем подсушивают чайные листья. Этот процесс называется прожаркой. Процесс предназначен для удаления кутикулы, покрывающей чайные листья. После ее удаления чай становится менее горьким и проявляется его собственный глубокий вкус. Температура внутри печи превышает 300 градусов по Цельсию, но мастер просушивает чайные листья голыми руками. Каждый лист имеет разный уровень влажности и толщины, поэтому кутикулярный слой отрывается с разной скоростью. Чувствительные кончики пальцев мастера самый точный для этого инструмент. Ранний дождь является предвестником сезона муссона. Выращивание и производство чая существует по своим законам. Чай не отдыхает и не ждет, пока пройдет дождь. После обжарки чайные листья растирают в плетеном бамбуковом подносе. При этом кутикула полностью удаляется с поверхности листа. Под ритм растираемого чайного листа, созвучного каплем дождя на камнях террасы, деревня Лему все глубже погружается в темную ночь. После десятков раз взбивания и перетирания чайные листья раскладывают, чтобы они могли понежиться на солнце. Прямой солнечный свет на такой высоте идеально подходит для сушки. Но задача не так проста, как может показаться. Все потому, что чайные листья должны быть размещены в разных местах в зависимости от положения солнца. Чай растет, впитывая дух земли и солнца, и его аромат улучшается, когда он снова оказывается подсолнечным светом. Дождь идет уже несколько дней. Сегодня Ча Цзисин формирует горки из сушеных чайных листьев, чтобы сделать их более удобными для транспортировки. Он кладет листья в жестяную банку с отверстиями на дне и пропаривает их. Влага уменьшает объем чайных листьев в мгновение ока. Он ловко насыпает их в оберточную ткань и формирует плоский круг. Процесс приготовления чая слишком сложен, чтобы его мог выполнять только один человек. Поэтому ему помогает вся семья. Задача его сына – сформировать из чайной массы круглую лепешку. В конечном итоге, когда-то он передаст свое дело сыну. Насыпь чая выравнивается и затвердевает под тяжестью веса камня вместе с человеком. Под определенным давлением из чайных листьев и стеблей выделяется сок. От этого листья слепаются. Кажется, что процесс простой, но он требует высокого мастерства. Брикеты чая лежат на сухих досках до тех пор, пока не испарится оставшаяся в листьях влага. Упаковка из бамбуковой коры предотвращает появление влаги и плесни, сохраняя при этом чай. До развития транспорта такая упаковка была необходима, чтобы возить чай через горы и реки в Пекин и Тибет на спинах мулов. Семья Ча работает над тем, чтобы сохранить традиционные методы из прошлого. Мой отец унаследовал методы производства чая от наших предков, но у нас не такой уж крупный бизнес. Это сложное дело, и оно требует долгого обучения. При этом и сам процесс изготовления чая очень долгий. Например, ферментация чая пуэр занимает не один месяц. Я иду по его стопам, учусь у него чайному мастерству и в будущем собираюсь распространять традиции чая пуэр. Высота над уровнем моря, климат и почва, идеальные для выращивания чая, дают идеальные чайные листья. Человеческий труд, пропитанный духом гордости и традиций, создает совершенный чай. Вкус чая пуэр становится богаче после длительной ферментации. Этот вкус сохраняется и в наше время благодаря тем, кто хранит традиции в чайных горах Юнь-Наня. Ниже по течению, благодаря почве, которую несет река, появились территории, процветавшие раньше как сельскохозяйственный центр. Азиатский буйвол – основное вьючное животное во вьетнамской сельской местности. Эти смирные гиганты считаются членами семьи. Для фермеров азиатские буйволы являются ценным активом в сельском хозяйстве не только во Вьетнаме, но и в дельте Меконге – реки Девяти Драконов. Буйволы сыграли важную роль в развитии землетелия в районе реки Девяти Драконов. Это кукольный театр на воде – квинтэссенция вьетнамской сельскохозяйственной культуры. Спектакль типичен для вьетнамцев, у которых фермы и река нераздельно связаны. Это кукольный театр на воде в Музее истории Вьетнама в городе Хо Ши Мин. Сейчас здесь восстанавливают куколы-марионеток. Куклы изготовлены из дерева, а представления устраиваются на воде. Краска постепенно слезает, и куклы требуют частого ремонта. Кукловоды воспринимают марионеток как отдельных существ, которые действуют сами по себе. Кукольный театр на воде уникален для вьетнамской культуры. Господин Бан Го и госпожа Дхо Тимуй – мастера кукольного искусства на воде. Они приехали из Ханоя, чтобы учить студентов. Двое двигаются вместе. Быстро поворачивайтесь в унисон. Хорошо, хорошо. Продолжайте двигаться. Опусти голову, опусти. Вот так. Голова правого дракона ниже. Отлично. Драконы занимают особое место в сердцах вьетнамцев. Брызги, брызги, брызги. Брызги воды. Сильнее, сильнее. Отлично. Повернуться и покачать головой. Во Вьетнаме реку Меконг называют рекой девяти драконов, что напоминает о том, что река состоит из девяти притоков. Они верят, что дракон берет воду выше по течению и выбрасывает ее в океан. Так дельта Меконга избегает затопления. Хорошо. Не тряси голову буйвола. Вот так. Поверни наружу, а не внутрь. Да, да. Помни, что она выходит наружу. Хорошо? Хорошо. Все правильно. Предполагается, что это должен делать буйвол. А тот играет на дудочке. Поверни наружу, вытолкни наверх. Все вместе. Вместе, вместе. Ровно, ровно, ровно. Госпожа от Хоти Муй, судя по ее словесным командам, кажется расстроена. Она заходит в холодную воду. Она выступала в воде больше трех десятилетий и полна рвения обучать других всему, что знает. Учителя так увлечены своим обучением. Они учат тому актерскому мастерству, которое сами знают. И мы счастливы, что они здесь. Мы учимся у них. Узнаем много нового. Нам это поможет. Раньше женщинам не разрешалось становиться кукловодами. Традиционно мастера-кукловоды держали в секрете свои навыки, потому что это был семейный бизнес. Если бы женщины знали все тонкости, они могли бы раскрыть секреты своей новой семье после замужества. Сегодня для женщин в этой профессии нет преград. Но это физически сложная работа, и большинство женщин не выбрали бы такую карьеру. Даже сейчас почти все кукольники на воде – мужчины. У марионеток нет того, что называется «выражение лица». И они не особо гибкие. Они выражают то, что хотят сказать с помощью соединений на голове и в руках. Кукольники заставляют кукол двигаться и оживать. В таких спектаклях очень важно привыкнуть к работе в воде. Требуется внимание и точность для маневрирования двухметровым стержнем с марионеткой на конце. Она прикреплена к струнам, управляющим суставами куклы. Это трудная и ответственная задача. Мои ученики жаждут узнать, что оставили им, их предки. Учебная среда не самая лучшая, но они полны страсти к учебе. Я не могу выразить, насколько они благодарны. Дракон извергает огонь, чтобы отпраздновать здоровье и богатый урожай. Шоу набирает обороты, когда музыкальные духи поднимают всем настроение. У кукольных спектаклей на воде обычно 18 общих тем. Вьетнамская традиция театра на воде зародилась во времена династии Ли, тысячелетия назад. Тогда представления разыгрывались в прудах или на рисовых полях после сбора урожая. В мальчике, который играет на дудочке на спине буйвола, мы видим вьетнамцев, которые обретают счастье даже в суровых условиях сельской жизни. Куклы двигаются вверх и вниз по воде, как если бы они были живыми. Куклами двигают исполнители, но жизнь им дает вода. Это история вьетнамского народа, воплощенная на воде и уникального культурного наследия, выраженного людьми, живущими у реки. В последнее время во Вьетнаме наблюдается резкий экономический рост. Происходит быстрая урбанизация. Молодые вьетнамцы рано учат английский, и многие предпочитают западную культуру своей собственной. Для них традиция символизирует что-то отжившее, медленное и не стоящее сохранение. Их жизнь долгое время зависела от реки, и скоро появятся новые культурные традиции. Но то, что мы видим, это еще не все. Это небольшая улица в первом районе города Хошимин. В старинном здании, построенном французами в колониальный период, расположился городской театр Хатбой. Хатбой – классическая вьетнамская опера, исполнявшаяся во времена династии Тран в 13 веке. Первоначально его исполняли на королевских вечеринках перед аудиторией, состоящей из аристократов. С 16 века театр вышел из дворца и стал формой народного искусства. Оперу Хатбой необходимо сохранить, как вьетнамское классическое искусство. Молодое поколение, как и я, частично ответственно за преемственность. Мы выражаем любовь к искусству, которая является отражением любви к нашему дому и нашей стране. Опера Хатбой состоит из песен и танцев. Госпожа Пан Ог Уна является заместителем менеджера исполнительской группы Хошиминского театра, где она преподает вокал. Она была одной из актрис, которые выступали по стране, распространяя знания об опере. Что я хочу сказать, так это то, почему я выбрала эти песни. История, рассказанная в песне, показывает персонажей, которых вы играете на сцене. Вьетнамское правительство чтит артистов, посвятивших работе более 20 лет, и присваивает им звания великих. Госпожа Фан Ог Уна – одна из тех, кто достоился этой награды. Сейчас она посвящает свое время обучению новых студентов. Когда поете, начинаете на полноты быстрее. Вы должны немного опережать этот ритм. Нужно следить за скоростью. Понятно? Она снова и снова подчеркивает, что новые ученики должны передать лирический смысл песен и эмоции персонажей, когда они поют. Она не забывает поощрять их, чувствовать себя уверенно. Встряхнись быстрее. Быстрее. Еще быстрее. Хорошо. Так хорошо. Хорошо. Поднимите руки вверх и по бороде вниз. Вот так. Основы искусства хатбой – актерское мастерство и танец. Студенты репетируют спектакли под названием «Обед крестного отца». Они изучают движение четырех небесных стражей, охраняющих север, юг, восток и запад. Опера хатбой родилась в результате влияния пекинской оперы во время войны против Китая в 13 веке. В ней обычно изображают героические истории борцов с несправедливостью, спасающих страну. Опера хатбой сыграла большую роль в укреплении вьетнамской независимости и в объединение народа после тысячи лет китайской и французской оккупации. Со временем она стала уникальной формой искусства. На протяжении веков вьетнамцы пытались отделить свою оперу от оперы Китая. Результатом стал сегодняшний театр хатбой, в котором присутствуют вьетнамские национальные элементы. Гримм и песни персонажей – все это является вьетнамским, присущим только нашему народу. Расцвет к отбой пришелся на 80-е и 90-е годы. Тогда было очень трудно достать билет. Из-за развития СМИ, особенно телевидения, его популярность уже не та, что была во времена Расцвета. СМИ, СМИ, СМИ. Семья Нгуэн Хуха работала в опере на протяжении поколений. Четверо из пяти братьев исполняют хатбой, а его сын Нгуэн Гензонг недавно стал стажером в театральной труппе. Для них опера «Хотбой» — летопись их семейной истории. Мир меняется очень быстро, но есть вещи, которые остаются неизменными. Одной из них является их решимость сохранять традиционные движения танца. Младший хорошо демонстрирует свои навыки «Хотбой» перед братом и отцом. Может быть, он унаследовал их талант или просто вырос, наблюдая за старшими, но младший сын оказался выдающимся актером. Сегодня у них выступление. В «Хотбой» нет гримеров. Актеры наносят грим сами. Сын Нгуэн-Хуха — стажер, но он помог своему отцу организовать шоу и знает, как наносить грим. В «Хотбой» грим раскрывает личность персонажа. Красное лицо изображает королевского слугу, а человек с белым лицом — мятежник. Сегодняшняя история про генерала Фан Дингуна, поднимающего флаг, чтобы вернуть свою страну. Главный герой — генерал, которого играет Нгуэн-Хуха. Нгуэн-Хуха действительно выглядит, как благородный генерал в своем костюме и яркой шляпе. Под музыку появляется великий полководец, и представление начинается. На сцене сегодня разыгрывается спектакль традиционного театра «Хотбой», который путешествовал по реке на протяжении тысячи лет. Река поддерживает людей. Сами люди создали множество легенд, полагаясь на реку в своей жизни. И сегодня новые истории создаются теми, кто живет вдоль Меконга. Эти истории составляют их культуру, а культура свидетельствует о новом завтрашнем дне для жителей Меконга. Озвучено по заказу CLS Media в 2022 году. Субтитры создавал DimaTorzok Меконг. Голыбель жизни. Река Меконг, берущая начало в горах Тангла, течет на юго-запад через Питай и Мьянму, землю людей с чистым сердцем. Она протекает через Лаос, средневековое королевство Лансанг, и в итоге образует границу с Таиландом, страной фестивалей и ярких трассок. Меконг продолжает свое путешествие по Камбодже, где когда-то процветал исторический регион Ангкор и, наконец, образует дельту во Вьетнаме. Водная магистраль заканчивается, достигнув Южно-Китайского моря. Часть 3. Река Веры Река бесконечно петляющая из Тибета ласково обнимает эту землю. Луанг-Пхабанг – город, расположенный в северо-центральной части страны Лаос. Луанг-Пхабанг представляет собой образец лаосской истории со времен королевства Лансанг и до французской колониальной эпохи. Для гостей это город, где кажется, что время остановилось, но для жителей Лаоса это город с давним наследием. Лаосцы делятся счастьем, печалью, болью и смертью со своими соседями с помощью церемонии под названием Баси. Жители деревни собираются и вместе молятся у алтаря, украшенного цветами, свечами и белой пряжей. Самый важный аспект Баси называется маткин. Это ритуал привлечения удачи путем привязывания нитки и к рукам друг друга у алтаря. Связанную веревочку носят до тех пор, пока узел не развяжется, после чего сжигают в чистом месте. Сегодня мы провели ритуал Баси. Это общественная церемония, которая проводится каждый год. В Новый год каждая деревня должна провести ритуал Баси. Это очень старая лаосская традиция. Их молитвы предназначены не только для них самих. Это молитвы благословения и мира для всех на земле. В Китае реку Меконг называют Лансанг, что означает обильное и полноводное. Истоки Лансанга охраняют снежные горы Мэйли. Снежные горы Мэйли – одно из восьми главных тибетских святых мест. Предполагается, что каждый тибетец хотя бы раз в жизни совершит сюда паломничество. Господин Лазонг Бонзу – тибетец. Он совершает религиозное путешествие с женой, матерью и бабушкой, чтобы помолиться за будущее своего новорожденного сына. Они останавливаются возле кучи камней, которую давно начал складывать кто-то неизвестный и добавляют к ней желание камень. Подниматься очень трудно, но я чувствую прилив сил. Паломничество началось затемно до восхода солнца. Во время долгого напряженного подъема они созерцают все вокруг себя. Тропа усеяна небольшими хижинами, чтобы уставшие путники могли отдохнуть на пути вверх. Паломники верят в то, что высокие вершины, реки и даже скалы с деревьями священны. Они считают, что люди и божественные духи обитают в одном и том же пространстве. Такие убеждения делают их жизнь очень скромной и приземленной. Я считаю, что культура реки Лан Санг живая и устойчивая. Каждая примитивная религия любых национальных меньшинств Китая уходит своими корнями в анимизм, согласно которому всякое творение есть Бог или Дух, и природа является одушевленной. В первобытной религии тибетцев преобладала вера в природу, ее аспекты сохранились и в нынешнем комплексе верований. Здешние скалистые пики покрыты ледниками, которые сформировались тысячелетиями. Для местных эти высокие вершины не цель для преодоления, а объект благоговения и уважения. Когда люди взбираются на эти крутые горы, они обнаруживают, что их мирские желания отделены от них. Это дает им возможность заглянуть в себя и поразмышлять. Несколько раз во время подъема у нее сбивалось дыхание. Наконец-то показался молитвенный храм. Они сжигают зерно, которое привезли с собой, чтобы помолиться заголодающих по всему миру. Паломники подвешивают привезенные с собой кусочки ткани, на которых написаны тибетские буддийские писания. Тибетцы верят, что ветер читает писания, донося их слова до других людей, обдуваемых ветром. Это паломничество совершалось в честь новорожденного внука. Но теперь оно посвящается каждому живому существу. Река Лансанг течет мимо крутых скал в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Монастырь Гандэн Сумцелинг, также известный как Малый дворец Патала, расположен в Сенгелиле, в северо-западной части провинции Юньнань. Название Сумцелинг означает «рай нового Будды». Это один из трех тибетских буддийских монастырей. История храма насчитывает более трех веков. В главном зале находятся скульптуры Будды, Далай-ламы Пятого, основавшего монастырь, и Сонг-кан-фа, отреставрировавшего его. В настоящее время в монастыре проходят обучение более 700 монахов. Каждое утро в восемь часов они собираются в молитвенном зале на религиозную службу. Ниже главного храма расположены 500 домиков для индивидуальных медитаций. Монахам запрещено выходить из монастыря, и они сосредоточены на медитации и молитвах. Каждый дом функционирует как небольшой автономный монастырь Сумцелинг. Согласно правилам, монахам не разрешается посещать своих соседей по монастырю. Но каждые несколько дней монах Луджан Гили посещает комнату своего учителя Нуана Джанпая. Это потому, что его учителю уже 87 лет, и у него слабое здоровье. Цель визита поделиться моментами дня посредством молитвы и совместное чтение писаний. Он был вместе со своим учителем в течение 20 лет. Когда они впервые встретились, у них были отношения учитель-ученик. Но они стали друг другу как отец и сын и как товарищи по учебе. Когда пожилой монах входит в молитвенный зал, он освящает благовония и зажигает их, чтобы обозначить свет мира. Аромат призван символизировать очищение мира. Главный молельный зал посвящен основателю тибетского буддизма монаху Сонг Кан Фа и его преемникам, возглавлявшим монастырь. Тибетский ламаизм – это секта буддизма Махаяна, которая практикуется по всей Восточной Азии, но немного отличается от региона к региону в отношении доктрины служения Будди или размещения статуй. Фотографии Далай-ламы и пожилых монахов учителей размещены в углу алтаря. Цель тибетских монахов – достичь просветления и состояния Будды через нирвану и очистить мир с помощью учений Будды. Конечная цель – принести мир во всем мире. Самый эффективный способ достичь состояния Будды – подходить ко всему сердцем. Не имейте злых мыслей и не совершайте плохих поступков. Нигде в мире они не нужны. Не преследуйте злые сердца и всегда думайте о хорошем. Думайте и делайте добрые дела с чистым сердцем, ибо это путь к достижению состояния Будды. Монахи-ламаисты готовят сами. В каждом доме есть небольшая кухня. Это сильно отличается от того, чему учат буддизм Хинаяны. Монахи буддийской ветви Хинаяны не занимаются никакой деятельностью, полагаясь вместо этого на сбор милостыни с верующих. Старый учитель не дает ученику готовить. У монаха Луджана Гели нет выбора. Он разводит огонь и готовит тибетский масляный чай. Смесь из чая, масло яка и соли. Пожилой монах-ламаист полон решимости исполнять свой долг до конца. Ламаистская традиция продолжается в изолированных верховьях реки Лансан. Монастырь Сумцелинг полностью закрывается на три месяца в году. В течение этого периода каждый монах должен вернуться домой, чтобы пройти практику. монах Луджан Гели идет домой. Такая традиция отличает этот монастырь от других, где навсегда прерывают связи с внешним миром. Он стал монахом в возрасте 12 лет и прожил в храме дольше, чем дома. Но дом, где живет его 70-летняя мать, имеет особое значение для этого монаха-стажера. Монах Луджан Гели самый важный гость в этом доме. Когда он ушел, чтобы стать монахом, его мать проливала слезы печали и гордости. Теперь он уважаемый монах и в то же время ее драгоценный сын. Все члены семьи заняты приготовлением еды и с любящим сердцем встречают гостя. В доме монаха-ламаиста естественно есть небольшой молельный зал. Это также место, где монах может практиковать после возвращения домой. Монах Луджан Гели кратко приветствует свою семью, а затем возвращается к молитвам. Его молитва и обучение дзен-медитации продолжаются независимо от того, где он находится, будь то храм или дом. Настало время ужина и вся семья собралась вместе. В первую очередь он не чей-то сын или брат. Прежде всего он монах, поэтому у Луджана Гели особое место. Семья давно так не собиралась. Они соскучились друг по другу, но сохраняют почтительную дистанцию. И для монаха Луджана Гели и для его семьи это время обучения, так как его родные занимаются с монахом-ломаистом. Это пример того, как тибетский буддизм отказывается отделять себя от внешнего мира. Здесь религия и повседневная жизнь неразрывно связаны. Как и в большинстве стран, сельский день начинается до восхода солнца. Для жителей этой деревни день начинается с дойки яков. Им нужно молоко для приготовления тибетского чая. Самыми важными ежедневными задачами являются разведение огня и молитва у домашнего алтаря. Они выражают признательность духом за то, что у них выдались обильные урожаи дымом можжевельника. Мать монаха Луджана Гели каждое утро выходит из дома в одно и то же время. посреди поля есть небольшая куча камней, где молятся жители деревни. Каждое утро мать монаха Луджана Гели молится за мир во всем мире. Каждый день она начинает с молитвы не только за себя и свою семью, но и за тех, кого она не знает. Их тела живут в этом мире, но их души больше похожи на души монахов-стажеров. Прошел год с тех пор, как великий буддийский монах Ласунг Чучон, учитель Луджана Гели скончался и ушел в нирвану. Обычные семьи проводят церемонию с монахами и родственниками, чтобы отметить первую годовщину кончины великого учителя. Как правило, достаточно сотни свечей. Но поскольку эта церемония для великого монаха зажигают тысячу свечей, церемония, посвященная годовщине смерти, является первым и последним ритуалом для умершего. Смерть для них не конец. Они верят, что умершие перевоплощаются в других существ, поэтому для них смерть не так печальна. это пища не является подношением для обрядов предков. Это благодарность тем, чьим трудом был сооружен первый юбилейный мемориал. Смерть здесь не горе и не запретная тема, а просто еще одна глава жизни. Поскольку молитвы проводятся внутри, в переднем дворе готовится специальный ритуал. На квадратной платформе со сторонами в один метр чертят фигуру. Появляются разнообразные цветные геометрические узоры. Это мандала, символ ламаистского взгляда на мир. Она символизирует и реальность, и трансцендентность. церемонию ведет самый старый монах. Она начинается с поджигания дров, сложенных вокруг мандалы. Во время молитвы монахи бросают в огонь зерна и сжигают их. Это их молитва за тех, кто голоден. Церемония, посвященная первой годовщине смерти, предназначена не только для покойного. Это молитва о мире во всем мире и для всех живущих вдоль реки Лан Санг. Мы молимся, зажигая костры снаружи и тысячу свечей внутри. Эти два ритуала предлагают молитву как за умерших, так и за живых. Огонь способствует очищению. Стихия огня сжигает все плохое и наполняет новыми силами. Эта легендарная река берет свое начало высоко на тибетском плато, образующем крутые скалы на вековых соляных полях провинции Юньнань. Источники, питающие реку, формируют соляные фермы, особый дар реки Лансанг. Река Лансанг выходит из Китая в южной части провинции Юньнань. Когда она образует границу Мьянмы и Лаоса, то получает свое новое название Меконг. Там, где река проводит границу между Лаосом и Таиландом, она замедляется. В Камбодже ее богатые рыбные ресурсы привлекают все больше людей. Там, где Меконг достигает Вьетнама, его называют рекой Девяти Драконов. Это последние 230 километров пути по реке. Ил, нанесенный из верховья реки, образуют обширные участки территории дельту реки Меконг. Дельта реки Меконг на полуострове Индокитай представляет собой одну из самых больших житниц в мире. В дельте Меконга собирают три урожая в год. Рис, производимый здесь, во Вьетнаме, делает страну его крупным экспортером. Это последнее благословение, которое Меконг дает людям на своих берегах. С точки зрения культуры Меконг, наша река-мать, играет важную межкультурную роль между нашими странами. Плодородная почва, которую обеспечивает река, сформировала аграрную культуру. Во всех странах, где протекает Меконг, есть общие элементы культуры, религии, системы верований, искусства и повседневной жизни. Многие аспекты в наших странах-соседях повторяют и дополняют друг друга. Они видны в ритуалах, религиозных культов, в привычках, способах общения или ведения домашних хозяйств. Это небольшая фермерская деревня в центре Дельты Меконга. В разгар собрания жителей деревни проводится особый ритуал. Это церемония чествования предков в доме господина Ли Бан Лу. Сокровенная церемония поминовения умерших близких проводятся совместно с соседями по этой деревне. Это часть ритуала Хао Донг, одной из современных религий Вьетнама. Это новая традиция, проистекающая из разделения труда в аграрном обществе, а также из мировоззрения людей, живущих вдоль реки девяти драконов. от имени нашей семьи я глубоко признателен всем соседям и родственникам, посетившим нашу родовую церемонию. Мне очень приятно. Я благодарю своих соседей, которые молились со мной и моей семьей. Я почувствовал единение со всеми, кто пришел сегодня, и разделил со мной эту церемонию чествования предков. Верующие культа Хаудонг обустроили дома личный храм и каждый день исполняли обряд почитания. Этот алтарь отличается от алтаря других религий. В центре алтаря помещены портреты Лю Бея, Гуань Юя и Джан Фея, героев древних китайских трактатов записи о трех царствах. Слева от алтаря увековечены предки жены. С правой стороны находятся предки мужа. В основе учения Хаудонг лежат праведность и уважение к своим предкам. Хаудонг означает проявление почтения и уважения к миру и всем живущим в нем. Следовать Донг означает жить, отдавая дань четырем важным благословениям. Следовать Хау означает поступать справедливо, возвращая долг за то, что мы получили от наших предков и родителей. Это способ внести свой посильный вклад в процветание нашей страны. И это служение согражданам, живущим с нами и разделяющим нашу веру. В настоящее время во Вьетнаме возник ряд новых религий. Это совершенно новое явление для других регионов Меконга. Рождение новых религий тесно переплетено современной историей Вьетнама. В XIX веке фермеры восстали против французского колониального господства в районе Дельты Меконг. Лидеры восстания начали создавать новые религии. Среди них было и верование Хао Донг. Рядом с главным залом Хао Донг находится мемориальный центр, где выражают соболезнования жертвам режима Пол Пота. Пол Пот был центральной фигурой на печально известных полях смерти Камбоджи. Вооруженные силы Пол Пота пересекли границу и жестоко убили последователей Хао Донг. Режим Пол Пота потряс мир убийством двух миллионов собственных граждан. Многие камбоджийцы пересекали границу, спасаясь от политических притеснений и террора, и многие переехали в эту деревню. последователи Хао Донг были убиты просто потому, что защищали беженцев. Я был свидетелем того, как войска Пол Пота атаковали деревню Базук, убивая последователей Хао Донг и других неповинных людей. Позже мы, верующие Хао Донг, собрали 1159 их скелетов и построили этот мемориальный храм. Каждый 16-й день третьего месяца по лунному календарю мы проводим ритуал моления небу об утешении духов умерших. Новые религии Вьетнама материализовались в ответ на социокультурные потребности народа. Вьетнамцы стремились создать новые системы верований в разгар восстановления утраченного суверенитета. Именно этого сегодня ожидают от верующих как от граждан наций. Каодаизм В Южном Вьетнаме расположенном вокруг дельты Меконга самой крупной и влиятельной новой религией является каодаизм. Символ каодаизма один большой глаз. Он символизирует видение истины мира и действует как посредник соединяющий Бога и человечество. На алтаре каодаизма Будда Конфуций Иисус Христос и горные духи как символы шаманизма и всех их почитают. Таким образом эти религии берут учения конфуцианства буддизма и христианства и включают их в свои собственные. Каодаизм был инициирован патриотически настроенными интеллектуалами в 20 веке. В процессе поиска подходящей религии они объединили свой шаманизм с вновь привезенными религиями. Благодаря этому мы можем видеть великого нефритового императора, Будду, Лао-цзы и Иисуса на алтаре. То есть в каодаизме сочетаются несколько религий, включая конфуцианство, буддизм, индуизм и христианство. Все это мирно сосуществует с древним культом духов, то есть это такое синтетическое верование, включающее в себя самые разные мировоззрения. В то время как каудонг это вера, которой следуют фермеры, каодаизм религия для интеллектуалов. Каодаизм настолько хорошо организовал верующих в эпоху французского правления, что во время восстания у них был свой военный завод. Каодаизм объединил несколько религий конфуцианство, буддизм, индуизм и христианство, основываясь на мудрых учениях прошлого и настоящего. Каодаизм предписывает молитвы, дает рекомендации по вегетарианскому образу жизни и проповедует этические нормы ненасилия. Рождение новых религий на юге Вьетнама во многом связано с открытостью и терпимостью региона Дельты Меконге. Подобно тому, как река создает новую территорию, люди, живущие на ней, вносят в свою культуру новые идеи. Это аспект культуры, основанный на характерной для Вьетнама открытости. Вьетнамцы принимают самые красивые элементы из религий мира и шаманизма. Есть бесчисленное множество богов и духов, в которых верят и на которых полагаются в Дельте Меконга. Люди верят, что боги и духи существуют не только на небе, земле и реке, но и во всей Вселенной. Благодаря своей вере они могут противостоять страху перед неизвестным. Старые верования, которым следовали живущие вдоль реки, существуют и сегодня. для тех, чьим источником средств к существованию является сама река, вера – важнейшая часть жизни. Нетрудно найти людей, молящихся в Дельте Меконга. Любое место в их жизни является подходящим для молитвы и служения. Практически в каждом доме есть алтарь. Люди молятся у алтарей, установленных посреди магазина. Алтари часто встречаются даже в холлах отелей, где полно людей. Эта традиция сохраняется с самого начала истории реки. Река, берущая начало в Тибете, утрачивает желтый цвет и становится зеленой, когда протекает через северный Лаос. Пещера на склоне скалы находится недалеко от места впадения Меконга в реку Намоу. Это место, где люди сбрасывают свое бремя и ищут утешения. Буддийские скульптуры, большие и маленькие, заполняют эту известняковую пещеру естественного происхождения. скульптуры. На ранних этапах становления буддизма сюда было привезено более двух тысяч скульптур для исполнения желаний. До того, как в XIV веке сюда пришел буддизм, это было место поклонения шаманским духам. На стене пещеры можно найти следы священных животных, возвещавших погоду своим громким криком. Буддийская культура была привнесена и смешно с уже существовавшими здесь элементами индуизма и шаманизма. У людей до сих пор существует такая вера. Новое верование проникло в древние культы, в ритуалы и в представления о мире и всем сущем. Путешествуя вниз по реке в Лаосе, мы натыкаемся на старый город Луанг-Пхабанг. Луанг-Пхабанг когда-то был столицей королевства Лансанг и получил прозвище город храмов. Храм Ват-Сиенг-Тхонг является типичным образцом лаосской буддийской архитектуры на берегу реки Меконг в 16 веке. Чем больше количество шпилей на вершине здания, тем выше статус храма. У зданий скошенные трех- или пятислойные красные черепичные крыши, которые почти касаются земли. Стены окрашены в черный цвет, но украшены золотым трафаретом, замысловатыми узорами и символами. На каждой стене храма выгравированы сюжеты мифических легенд или учений Будды. Правящий дворец в то время приложил большие усилия для строительства этого храма, чтобы династия процветала и легко вошла в вечность. Другая причина заключалась в том, что храмы действовали как образовательные учреждения. Буддийские учения идеально подходили для организации династии и установления этических правил в обществе. Буддизм оказал большое влияние на Лаос. Обычные люди больше боялись идти против учения буддизма, чем совершать незаконные действия. Их просвещение с помощью буддийских ученых и уважения к закону внесло большой вклад в социальное развитие. С буддизмом в Лаосе связано появление письменности и возникновение всех значимых произведений искусства. Это монастырь Ват Пукувай известный в Луанг Пхабанге своей учебной практикой. Чтобы получить официальный монашеский титул джуа в настоящее время здесь проходит обучение около 50 монах. В то время как ветвь буддизма Махаяна практикуемая в Китае и Корее и Японии фокусируется на общем спасении ветвь Хинаяны в лаосском буддизме отдает приоритет индивидуальной медитации. Они ищут личного просветления и не используют буддизм чтобы учить или исправлять других. Монахи-стажеры обращаются к себе через медитацию и очищение ума. Мы подчеркиваем три момента. Во-первых, нужно перестать делать плохие вещи, которые являются плохим поведением, словами и мыслями. Во-вторых, передавайте свой опыт. Для этого нужно демонстрировать хорошее поведение и слова и думать о хороших вещах. В-третьих, очищайте свой ум и делайте его ясно. Следует отбросить смутные мысли и обиды. здесь и полагается, чтобы каждый мужчина в Лаосе стал монахом хотя бы раз в жизни. Многие оставят монашескую жизнь, но навсегда получат опыт, как контролировать свой разум и набираться энергии. я был очень непослушным, но я изменился после того, как пришел в храм. Я раньше был хулиганом, любил драться с другими. С тех пор, как я стал монахом, я многое узнал из четырех буддийских учений о любящей доброте, сострадании, сочувствии и внутреннем спокойствии. Я полностью изменил свою жизнь. 95% жителей Лаоса исповедуют буддизм. Жить их жизнью то же самое, что следовать их вере. Они часто посещают молитвенные залы, чтобы набраться энергии и найти утешение. Лаоса сегодня в Лаосе 4000 больших и малых храмов и 20 тысяч монахов-учеников. День монаха-подмастерья начинается до восхода солнца и заканчивается посреди ночи. Они изучают буддизм, но им важнее обрести собственное самосознание. Они учатся использовать свою волю, чтобы изменить себя, и достигают этого посредством медитации и избавления от жадности. Уважение к лаускому буддизму исходит из этой строгой самоподготовки. Обычные домохозяйства в Лаосе начинают свой день в то же время, что и монахи. Госпожа Хао Там готовит подношение монахам перед тем, как приготовить завтрак. Делать подношение в предрассветные часы – привычка и традиция настолько древняя, что она не помнит, когда это началось. Она готовит рисовые колобки, пропаривая липкий рис, охлаждая его, а затем формируя шарики. Эта сцена повторяется ранним утром в домах по всему Лаосу. Наконец, она надевает традиционный лаосский платок – фабиен. Подношение в религиозных целях – это не просто раздача и принятие пищи. Это священная церемония. Обслуживание должно быть вежливым. Перед рассветом монахи заканчивают свои молитвы, берут чаши, называемые баритами, и направляются в деревню. Это прошение милостыни выражает волю каждого монаха отказаться от стяжательства и отправиться в путешествие, чтобы постигнуть учение Будды. Поза на коленях с опущенной головой вызывает благоговение. Это подаяние является частью молитвы. Молитва произносится не только за себя и свою семью, но и за мир. Эта сцена каждое утро у реки – благословение, которое дает могучий Меконг. Люди собираются и живут вдоль реки. Здесь они находят пищу и заводят семьи. Те, чьи средства к существованию зависят от реки, находятся в постоянной благодарности и уважении к реке. Они молятся каждый день о мире для всего человечества, в том числе и для себя. Их молитвы звучат и сегодня, вдоль реки Меконг, и в горах, которые окружают эту дорогу культуры и веры. Озвучено по заказу CLS Media в 2022 году. Субтитры создавал DimaTorzok